Уважаемые друзья, предлагаем вашему вниманию презентацию альбома давнего друга нашей библиотеки Татьяны Юрьевны Пугабы из трилогии художники Мочегорска Валерий Тимофеев. Презентация приурочена к юбилею мастера. Татьяна Юрьевна расскажет о том, как и чем жил художник, кто его окружал, как формировалось его многогранное творчество. Приятного просмотра! Здравствуйте, дорогие манчегорцы! Я хочу сегодня рассказать вам о наших манчегорских художниках. Историю создания книг, к которым я пришла, через какие-то небольшие, сначала маленькие брошюрки, вот они лежат передо мной, которые были изданы на базе информационного отдела Центральной библиотеки. Тоненькие, симпатичные, но все-таки мне казалось и хотелось сделать нечто большее и достойное, потому что наши художники – это необыкновенно талантливые, мастеровитые. И это художники, о которых можно сказать, что они являются достоянием нашего города. Это лучшие представители нашего города, нашей культуры. Это почетные горожане, хоть и не официально, но по сути. И сегодняшний разговор вот об этих книгах, которые я сделала, как книги уже в картонных таких ламинированных обложках с милованными бумагами, и они такие красивые. Я радуюсь тому, что они есть. И, значит, это художники Владимир Иванович Воробей, Борис Михайлович Поляков и Валерий Матвеевич Тимофей. Так вот, значит, об этих художниках я уже много-много рассказывала. И в этой тревоге сделаны презентации об этих художниках, сделаны видео. О художнике Валерии Матвеевич Тимофееве, вот, значит, книга, о которой я буду рассказывать, мне бы хотелось более подробно рассказать, потому что это человек, который 11 марта отмечает свой день рождения. Ему исполнится 80 лет. Родился он в 1942 году в Пермском крае и с 1946 года уже жил в Манчегорске. Мальчишка он занимался в студии у Горохова, в Доме пионеров тогда еще. Потом получил художественное образование в Ярославском художественном училище. А потом с 1966 года стал заниматься и учился в Ленинградском ордене Трудового Красного Знамени институте живопись, вояние, зодчество имени Рекина, Академии художеств СССР на графическом факультете. А занимался он там в мастерских замечательных графиках Звонцова и Пахомова. Ну и вот дальше мы сейчас с вами увидим фотографии, на которых Валерий Матвеевич, еще будучи мальчишкой, рисует какой-то этюд на берегу озера, где он уже, будучи взрослым, это мы вместе с Валерием Матвеевичем, с Борисом Михайловичем, были на пленэре на Мунче и писали этюды, он на любимой речке Купи пишет этюд, здесь он вместе с учениками на лумболке сидит и делает этюд. В общем, я хочу сказать о том, что это необыкновенный талантливый человек, он многогранен, он не только художник-живописец, но он художник-график, это великолепный мастер своего дела. С 1972 года и по 1979 Валерий становится художником-оформителем. Это дизайнерская работа, которой он занимался в Манчегорском филиале художественно-производственных мастерских Мурманского отделения художественного фонда России. Он работал вместе с художниками Поляковым, Гагаркиным и занимался вот там созданием таких макетов дизайна, интерьеров, эскизов, декоративного оформления и исполнения их в материале. Это были такие монументально-декоративные композиции, техники резьбы под дерево, чеканки, витража, сухого гобелена, других техник, с которыми он работал. Вот это такие высокопрофессиональные произведения украшали организации учреждения города и области. Ну и вот мы можем посмотреть фотографии Валерия Матвеевича в мастерской, где он на фоне своих работ и в праздничном настроении в преддверии Нового года и в преддверии дня рождения Бориса Михайловича отмечает этот праздник. И здесь мы видим на фотографии Валерия Матвеевича, который, он второй с правой стороны вместе с Владимиром Родичем рядом стоит, как член жюри городского конкурса детского творчества, который проходил во дворце пионеров и школьников в 70-е годы. Тогда я работала за студией, которую передал мне Борис Михайлович, и организовывала такие конкурсы. А с 1979 по 2007 год Валерий Матвеевич работал уже преподавателем детской художественной школы. Но она стала потом школой искусств. Так вот, он был прекраснейшим учителем, с большой любовью делился знаниями и умениями с учениками, учил тому, что сам мог делать совершенство, рисованию, работе красками, работе по дереву или на гравюре, афорту. Высочайший вкус художника, его мастерство во всем, с чем бы он ни соприкасался, делали его незаменимым в школе. Валерий Матвеевич помогал всем, когда бы, о чем бы его ни попросили. То ли помочь по методике работы над предметами, то ли показать что-то, посоветовать, поправить лезвие ножей для резьбы по дереву или наконечники штихелей для работы в линогравюре. Все это делалось с большой добротой, с большой теплотой его сердца. Мы видим фотографию, где он изображен, где он с коллегами, где мы все здесь, он в центре, мы его видим в центре, мы видим Светлану Валерьевну Юрьевич с левой стороны, между ними Веру Васильевну Соловьеву, Краснословоцова Виктора, Надежду Николаевну Каримову, директора тогда школы Ольгу Стаславовну Терентьеву и меня, Татьяну Юрьевну. Замечательная фотография, где мы видим Валерия Матвеевича на пленэре с учеником. К сожалению, их не так много, в общем-то, не сохранилось в таких фотографиях, а мы здесь видим, как все-таки его и на пленэре, и с учеником он ставит уже оценку за проделанную работу. На этой фотографии мы видим Валерия Матвеевича, склонившегося к ученице, и это класс рисунка, графики, и он советует, он помогает, он всегда со всей душой и любовью это делал ко всем ученикам, он передавал им все-все свои знания, и его ученики тоже очень любили. Вот на задней стороне, на задней стеночке мы видим лучшие работы учащихся, которые исполнены как графика. Ну и вот такая замечательная сценка. Ну а здесь уже мастерской скульптуры, где он тоже преподавал и работал с глиной, с учениками. Это, значит, фотография, где мы видим его изображенным на выставке персонального художественного творчества в детской школе искусств. И тут очень много людей пришло поприветствовать Валерия Матвеевича. Рядом с ним, с левой стороны, мы видим его жену Ольгу Федоровну, а с правой стороны профиль директора Ольги Стославны, 1984 год. Ну и вот тут фотография замечательная, где он изображен на экскурсию, которую он проводит с учениками по выставке, посвященной Владимиру, творчеству Владимира Ивановича Воробья. Ну вот здесь тоже мы видим его рядом с такой картиной художника. На этих фотографиях мы можем увидеть Валерия Матвеевича с коллегами на юбилее города. Это внизу, а сверху справа это фотография, где он изображен на презентации книги о Владимире Ивановичу Воробье, который называется художник его школы. И вот в центре, значит, я как автор этой книги, слева Валерий Матвеевич и справа Юлия Иларионовна Малинина. А сзади наши ученики и друзья. Ну и теперь будем говорить только о творчестве Валерия Матвеевича, которое тоже очень, значит, такое широкое, большое, многообразное и необыкновенное просто. Художник-живописец, художник-график, монументалист. Он прекрасный творец всех этих вещей. Вот такая фотография не очень, может быть, хорошего качества, но она мне очень дорога. Где он работает, пишет. Ну и начнем мы с графики, поскольку, значит, очень важно эта профессия, которая им получена в институте Репина. Это высшее образование, где он получил профессию художника-графика. И вот мы познакомимся с этими графическими произведениями, графическими листами, которые являются вещами наивысшего, высочайшего класса. Невозможно не залюбоваться его графическими листами. Они выполнены с великим мастерством и со всей теплотой его души. Он создает серии таких прекрасных листов в разных жанрах. Это жанр пейзажа. Мы посмотрим эти вещи. Ну и несколько таких листов, где изображены производственные сюжеты на нашем комбинате ГНК. Мы начнем с вами с рассмотрения, с удивительного листа. Это графический лист «Ущелье Вайкис». Выполнена она в технике афорта, которая является уникальной. Это техника лависа. И это шедевр творчества художника. Вот рассматривая этот лист, изображение на нем, словно слышишь звуки хоральной прелудии Баха. Из высоких туманов и брызг воды выдвигаются скалы, горы, клокочий водопад. А у края скалы испуганно застыла сосенка. Здесь все восхищает своей видимой композиционно-сюжетной простотой. Это ритмичность форм, линейных очертаний. Весь графический лист, он выполнен как афорт. Я уже сказала о том, что это лавис, но там широчайший такой спектр тональных оттенков и переходов с мягкими заливками краской, которые напоминают акварельную технику по мокрому. И что такое афорт? Это очень сложная техника. Наверное, я сейчас не буду на ней останавливаться, потому что это видео достаточно короткое. И вы можете об этом потом прочесть в книге. А сейчас мы рассмотрим с вами другую гравюру художника, которая называется «Вид от поцелуевого моста». Она выполнена в жанре городского пейзажа. Очень много легкости и свежести в этом пейзаже городском. Мы видим набережную Петербурга, вдали силуэт Исааковского собора. Прям ощущаешь, как качаются ветви берез, кружатся под легким ветерком снежинки. И сколько вот такой нежной поэзии в этом мотиве. И как тонко это подмечено мастером. Композиция только на первый взгляд кажется такой простой, а в ней все, очень все продумано, взаимосвязано. Чудесно переплетаются линии, штрихи, пятна. Только на полутонах взаимодействуют черное и белое. Прослеживаются композиционно работающие связи силуэтов и линий. Они движутся, закручиваясь в центр листа. Контраст крупных пятен объема здания вдали. Ствола дерева на переднем плане с мелкими пятнами линиями ветвей и ограды на обережной создают ощущение легкого движения. Ну вот следующие гравюры это деревенские пейзажи в удивительной красоте, в которые влюбляешься, как в любой другой мотив, запечатленный художником. Поразительно вот это его умение передавать такие не только особенности каких-то форм, очертаний, видимого всего мира, но и нечто такое, что лежит за пределами, как некий дух или душа, место. И вот эти следующие два афорта, которые называются дворик и зимка, тоже выполнены как афорты, значит, повторюсь, и представляют собой как бы остановленное мгновение жизни, когда нас охватывает ощущение присутствия в этих уютных и милых двориках, укрытых белым пушистым покрывалом. Очень поэтические вещи, они представляют простые мотивы, да, но в них вот угадывается такая щелящая нотка нежности ко всему этому русскому, уходящему миру, близкому душе каждого русского человека. При видимой всей простоте сюжетов в этих афортах нужно создавать, что здесь очень огромный труд художника, творца, который не слепо приносил все, так сказать, увиденное в лист, а отбирал, выбирал, продумывал условия соприкосновения, взаимодействия линий штрихов, пязин, применял там особые техники и технологии в создании афорта и применял широчайший тональный диапазон оттенков. Техника исполнения знакома, эта разновидность афорта называется акватинта. Вот она позволяет нам и художнику работать не только, нам видеть, а художнику позволяет работать не только резцом, линиями и штрихами по металлической поверхности, но и кистью. Вот он может создавать при этом такие тонкие тональные переходы, напоминающие заливки акварели. Сейчас мы рассмотрим с вами эстампы Мончагуба, вид на Хибины, трассы на озере Мончагуба, тоже выполненные как афорта акватинта. Здесь художник делится впечатлением, показывая нам не просто виды природы и мотивы, известные каждому мочегорцу, но образцы и образы особого художественного видения, взгляда мира нас окружающего. Оказывается, что вот так, как видит художник, мы еще не видели. Ну вот начнем с Мончагуба, афорта, где гора Мончагуба растает перед ними таким своим пирамидально четким силуэтом, и сквозь ленты туч вьются косые лучи потоков света, отражающиеся в озере. Дальше вид на Хибины, афорт. Графический лист приносит нас к подножию мощных горных массивов у берега озера. Мы видим на переднем плане фигурки, подплывших в лодке. Очень много здесь тонкой нюансировки, тона, игра света, полутеней, на поверхности их горных гряд, и они все создают ощущение цветности, красочности листа и такое приподнятое настроение. Рассмотрим с вами замечательный афорт, который называется «Трасса». Вот я смотрю на него, это афорт, выполненный в уникальной технике. Графическая акватин-толовец, и в этом графическом листе, ну, чрезвычайно лаконичная, динамичная, выстроенная композиция. Все элементы пейзажа, силуэтные очертания гор, контуры крутых подъемов, они будто закручиваются, посмотрите, по спиралевидной кривой. Резкие контрасты больших темных и светлых пятен, они вторят композиционному построению картины, ее динамики. На озере Монча называется другой афорт, выполненный в этой же технике, акватин-толовец. И мы видим с вами передний план берега с кричалами, сарайчиками, остовыми лодок, катером, которые погружены в тень. А вместе с силуэтами гор на противоположном берегу они выстраиваются горизонтальными параллелями и создают ощущение устойчивости, покоя. Картина, графический лист, вечерний клев, афорт акватента. Ну, любимый мотив любящих рыбалку, гармонию, тишину. И взгляд художника здесь поэтизирует этот простой сюжет, наполняет его новыми смыслами. И удивительно, как мастерски, как точно, верно художник передает впечатление в это вечернее состояние. Ведь он пользуется средствами только тональных, а не цветовых возможностей. Мы оказываемся у озерка, в водах которого отражается силуэт темной горы, и блики света на них. Слева высокая ель с мохнатными лапами, справа тонкие стволики березок и силуэты рыбаков. Тонально точно и очень ясно. В листе сочетаются и перекликаются отдельные пятна и светлые на темном, и темные на светлом. Вот такой мотив, он увиден глазами художника. Графика. И воплощен без опять использования цвета. Однако вот смотришь на эту черно-белую картинку и понимаешь, что здесь все красочно кажется. В графическом листе северные простора, а это уже другая техника, это печатная графика тоже, но это линогравюра, высокая печать. Термин знаком, но нам известно, что речь идет о гравировании по линолеуму. Изображение получается путем оттиска. По вырезанному штихелями разного сечения изображения оставляются бороздки, которые заполняются краской, и они потом пропечатываются в оттиске на бумаге. Вот в этом вытянутом по горизонтали формате листа перед нами предстоит эпический пейзаж севера. Художник изображает островки на озере, силуэты вдали с детально проработанным передним планом. И несмотря на то, что изображение черно-белое, опять же, я явственно ощущаю, что это красочное изображение. Такой эффект достигается благодаря тому, что художник очень тонко чувствует тональные соотношения всех элементов в листе. Он тщательно прорабатывает большие массы деревьев переднего плана в контрасте с прихотливой узорчатостью, ажурностью в кронах деревьев. И все это создает ощущение гармонии и музыкальности в листе. Ну и вот теперь те листы, о которых я говорила, с изображением трудовых моментов, трудовых будней на Кольской горно-металлургической компании, в графическом листе, который называется «Металлургический процесс». И это монотипия, которая выполнена художником. Ну вот это оригинальная, очень графическая такая техника. Валерий Матвеевич рассказывал о том, что отпечаток делается вручную, когда он наносит краски на идеально гладкую поверхность печатной формы. Затем создает оттиск на бумаге. Изображается здесь процесс производства металла. Мы видим огромное с вами пространство цеха. Вот такие конструкции со специальными подъемными приспособлениями. Ковши, краны. По рельсам выдвигаются высокие ковши-шлаковозы. И на переднем плане изображена группа плавильщиков. Такой замечательный графический лист, посвященный нашему комбинату. Трудовым будням на нем. Следующий такой же лист называется плавцех, выполнен как афорт акватента. Он по теме подобен предыдущему. Здесь происходит переливание металла в ковши-шлаковозы. Мы видим мощные потоки света, дыма, пары, которые поднимаются. И это все очень эффектно передается в листе. Сливают шлак еще один замечательный лист, афорт акватента. Здесь художник подчеркивает геометричность композиционного решения всего листа, всех его элементов, изображения в нем. Видим четкие вертикали на темном фоне. Они светятся, это дымные трубы. Строго графично горизонтально насыпи с проездным составом и чашами шлаковозов. А слева вот эта река светового потока, сливаемого шлака. Художник заинтересовывает нас передачей необыкновенное эффектное зрелище. Необыкновенное эффектное зрелище, красивое. И этот ночной производственный мотив, он здесь превращается в волшебное действие. И небо, и все вокруг, все окрашивается потоками света, от сливаемого шлака, который льется под нас. Ну вот мы рассматривали с вами так называемую печатную графику. А сейчас мы можем перейти с вами к станковой живописи художника. Вот что такое станковая живопись? Это работы, которые выполнены художником в акварельной технике, масляной живописи. А станковые, потому что они выполнялись на мольберте, на станке художника. И вот мы увидим удивительные вещи, удивительные картины. Это примеры оригинальности в выборе, композиционных решений в картинах. Верности руки, точности глаза. И восхищает очень многое в этих произведениях. Это тонкое чувство цвета, тона, общая колористическая гамма его этюдов, картин. Это яркие и сочные краски. Это звонкие цветовые сочетания. И это все совершеннейшие произведения искусства. Мы видим Валерия Матвеевича на пленере, где он на фоне Мончо озера рисует на планшете. И вдали Вознесенский храм. Так вот, знакомимся с его картинами, акварельными и выполненными акварельными и масляными красками. И начнем с акварельной живописи, творчества нашего художника. Посмотрим его листы. Вот лист после дождя удивительный. Мы видим, что этюд действительно на самом деле, он выполнен на луне природы. И действительно передает это состояние. А почему мы так думаем? Это просто подтверждением служат такие светлые следы. Капельки даже от дождя на поверхности бумаги, листа бумаги. Яркие жемчужные облака в центре небес словно омылись. Освободились от тяжести, а оставшиеся темные тучи отразились в воде. И все здесь, в этом листе, акварельно прозрачно, сочно. И мягко растекаются краски в излюбленной художником манере по-мокрому. В долине Нитис называется следующая его работа. Акварельный лес с узнаваемым мотивом этой горой Нитис. Силуэтами производственных зданий вдали, дымящихся труб кабинета. Вид на эту гору, на Нитис, открывается с откоса горы Нюду Айвенч. Откуда и писал художник свой акварельный этюд. Очень красивая цветовая гамма в нем. Нежные, голубые, сиреневые, сиреневатые тона. Итак, мы говорим с вами о станковой живописи. Мы говорим с вами о акварельной живописи в творчестве нашего художника Валерия Матвеевича. И рассматриваем удивительные его вещи. Сказала, что они выполнены в отпуске на Кавказе. Это «Вечер в Архызе». Потрясающая вещь, потрясающая красота. В верхней части этой композиции, она центрическая, мы видим силуэты гор. Во всех этих трех вещах мы их увидим. Одна над другой, они освещены солнцем. Розовато-зеленоватая вершина горы София, она над синей. А в нижней части этого листа мы видим улочку горного селения. В окружении высоких деревьев, небольшое стадо животных. Светлые пятна крыш, изгороди и дороги контрастируют с сочным темным пятном синей горы. Художник пишет насыщенными красками, применяя техники акварельной живописи, которые вам известны. Такие как Аля Прима, Пасурому. То есть пишет все сразу за один сеанс. Вот они такие очень свежие работы. Потеки таких красочных пятен, они прозрачные, мягкие. Они создают ощущение интенсивных таких цветовых переходов, потому что художник берет глубокие по цвету краски, красивые, которые растекаются, перетекают друг друга. И вот эти этюды, изображающие такие горные места, они написаны с большим очень чувством. Вечер вдали гора София, акварель с мотивом горной гряды, массива леса, поляна с костром и дымом от него. Вечерний свет ложится на ближайшие горы, и лес, постепенно окрашивая их холодными синими тенями, яркий свет остается на высоких пиках гор, делая их розовато-теплыми. А стволы деревьев, лента дыма от костра, тропинка переднего плана, они выделены пятами мягкого света. И восхищает, опять же, высочайшее мастерство художника-акварельиста. Его тончайшая по тону проработка светотени в передаче всех поверхностей элементов пейзажа. Водопадик в Архизе мне особенно нравится. Все вымаячно в этом акварельном листе, с чудесным видом, с синими горами, опять же, и маленьким водопадиком, который бежит с зеленоватых предгорий, и словно драгоценными камешками на переднем плане. Ощущаясь восторженное состояние самого художника, который прикоснулся к этому, увидев и желая передать всю эту красоту. Так сочно, ярко и свежо все передано в этом листе, передано это солнечное такое состояние дня. Ну, а сейчас несколько листов, в которых художник изображает мотивы, окружающие наш город, рядом с ним, известные каждому из мончегорцев. Один из этюдов называется «И камни, и корни» в Монча. Очень живописный этюд, очень сочные краски, они придают впечатление яркого солнца, весны, пришедшие, наконец-то, в наши северные края. Этюд следующий, который называется «Лесной ручей», тоже написан в живописном месте Монча, в неглубоком овраге, в который много лет подряд всей художкой мы ходили писать с детьми, с учениками этюды. Болотистые бережки желтоватые после зимы травой, стволы деревьев, они отражаются в воде, в небольшом ручейке, который подникает на дне оврага. Мастерски, точно и живописно, ярко художник изображает весенний мотив с этим лесным ручьем, холодоватые, с богатой нюансировкой. Тени, теплые, розоватые, удивительные, освещенные весенним солнцем стволики берез. «Осень над Имандрой», такая у него картина, акварельный лист, удивительно, просто необыкновенно красочно, эффектно, это его северная осень над Имандрой. Завороженно следишь за движением кисти художника, вдохновленного озерным видом. Акварельная краска соединяется с водой и образует красочные потеки светлых, желтоватых, охристых, красноватых, коричневатых оттенков в этом лесном массиве на переднем плане. А дальний берег сияет переливами нежнейших голубоватых и сиреневатых ультрамариновых оттенков. Ну а сейчас акварельный этюд 1966 года называется «Деревенька запороженная». Она удивительная, эта акварель, очень простая, строгая и поэтичная, с таким зимним мотивом, где художник использует очень такой скромный набор красок. Он пишет в технике по-сырому, с большим чувством нежности и любви к этому простому, такому щелящему, довольному берегенскому виду. Сейчас увидим с вами этюд в Пашихонье. Это этюд, написанный с натуры в небольшой деревеньке или городке, поселке на берегу Шексны. Почему Пашихонье, Шексна, Шохана? Здесь такой зеленоватый, удивительный колорит, очень много зеленоватых оттенков, которые объединяют всю эту картинку. В общем, очень простая по сюжету. И два портрета, написанных акварельными красками. Дед Василий и крестьянка на фоне печи. Вот эти два этюда, значит, в зале портрета изображают деда, который присел, наверное, на минутку после работы. И художник просто буквально несколькими мазками кисти. Очень точно, очень просто. Передает и внешний облик изображаемых, и их портретные характеристики. Натюрморт с грибами и рябиной. Необыкновенно красивая вещь. Валерий написал эту работу в художественной школе или в школе искусств. Такие натюрморты ставились для учащихся школы искусств. Банка с наполненной водой, веточки рябины осенней с красивыми ягодами грозди. И все это так акварельно, прозрачно, красиво, сочно. Невозможно оторвать глаз. Ну и вот сейчас будем говорить о станковой живописи. Но это живопись масляными красками, где художник пишет по картону или по холсту. И мы видим самые удивительные картины, тоже рисующие нам или очертания близлежащих каких-то гор, озер, лесных массивов и так далее. Вот этюд у яхт-клуба мы видим чрезвычайной большой сочности, мощности цвета, просто радующий своими цветовыми сочетаниями и красками. Потрясающая красота. Просторы Имандры. Картина. Удивительный колорит в этой картине, обратите внимание, эти удивительные синеватые, сиреневатые. Это наш север. Могучий. Это вид откуда-то сверху с горы, возможно, с Нудовской горы, на дали Мончинские островки. Осень над Имандрой. Почти такой же сюжет, как и предыдущая картина, но мы видим, что это осенний мотив. Здесь очень много элементов, которые на переднем плане украшают картину. Это рябинка звонкая такая, с орнежеватыми и красноватыми листиками. Мончо-озеро. Картина тоже откуда-то с верхней точки зрения изображает мотив на Имандру, на ее полуострова, на горы вдали. Звонкая, потрясающей красоты вещь. Осенний ветер называется на картоне, тоже маслом написанная картина. Но невозможно просто не залюбоваться, восхититься этими цветовыми, мощными, звонкими, такими сочетаниями красок. «Ветер севера» называется вот эта картина художника. Размером 50 на 70 сантиметров она написана на холсте, масляными красками. И передает такой суровый облик нашего северного пейзажа. Мы видим на переднем плане болотистое местечко, чахлые сосенки, лесов вдали и тяжелый тур. И тут последний луч. Вдали хибина называется эта удивительная картина, где на переднем плане художник изобразил огромные рыбы камней. И наши северные елочки, и горные гряды хибина вдали. И все это, опять же, в удивительно красивом, этом холодном, таком синеватом колорите. Художнику захотелось передать вот такой мотив, называется «Ночное солнце». Это этюд, написанный из натуры, и он просто импрессионистичен, насколько здесь все так чувственно, ярко, звонко. И художник писал эту вещь. 40 на 40 сантиметров силу эта картиночка. И вот в этих произведениях, написанных масляными красками, мы чувствуем сродненность самого художника с нашим любимым краем. Эти тончайшие переживания, это его чувствование, это его восторг перед красотой нашего края. Видишь, его умение подмечать нечто особенное, что проявляется в нашей северной природе, и высоко профессионально передавать это в своих произведениях. Ну вот мы можем воспользоваться практически образными литературными писаниями и природами, взятыми из книги его жены Ольги Федоровны Тимофеевой. Они как бы зеркально точно описывают и отражают сюжеты и мотивы, суть живописных впечатлений нашего художника. Вот когда смотришь на картины, то Ольга Федоровна пишет, что кожей ощущаешь терпкий холодок севера, запах горных тундр. Замираешь от чудного видения озерной чаши, в которую опрокинулась застывшая панорама Хибинских гор, и ощущаешь себя очарованным странником. Видишь бусинки аквамариновых озер и носатые камни на луговине. Ну тут очень много у него картин, это этюды из серии «Тиханка». Это потрясающие вещи, это любимая река художника-местечка, которое он часто посещал в разное время года и вместе со своей женой. И ей посвящены этой «Тиханке» несколько его картин. Мы увидим с вами «Тиханку» в апреле, картину. И я сейчас тоже хочу, опять же, прочитать отрывок из литературной зарисовки Ольги Федоровны. Наедине с «Тиханкой» она пишет. И она говорит о том, что зима... Она рассказывает о том, как колоритно раскрывается вот эта суть, изображённого в картине нашего художника. И она пишет, зима, не балующая яркостью красок, становится щедрой. Рериховские сполохи зажглись в мире. Они отражаются то на снегу, по которому тянется лыжня, то в полыньях, откуда развеселившаяся «Тиханка» подаёт свой звонкий голосок, искорками вспыхивает, и угрожающий трещит лёд под ним бьётся неровным пульсом вода. «Тиханка в апреле» – вот такая удивительная картина со звонкими синими, потрясающей красоты, ультрамариновыми, голубыми, этими бликами на воде, сиреневятными вдали, берёзками этими, смело и прихотливо изогнутыми спинками этих стволиков берёз. Подобная же картина, там написанная «Тиханка мартовские тени», а это взрыв эмоций, это неистовое сверкание красок в картине, работа божественного света и цвета. Завораживает, завораживает беспечная игра краски в изображении, в глубине мощной мы видим контрастно-тёмные синие оттенки, и «Тиханка», которая скрыла свою вот эту красоту, солнечные блики на снегу, синие-голубые тени. Ну, восхищает всё в этой картине, и смелость московки, и следы красочных плоскостей, которые оставлены мастихином. Вот эта «Тиханка мартовские тени». Посвящены «Тиханке» было много этюдов, но не все будут показаны. Вот эта этюд «Лечерняя Тиханка», эта «Тиханка в апреле», мы её видим с вами, в начале марта. И хочется улыбнуться навстречу лучикам солнца, осветившего этот простенький мотив. Стайка юных берёзок тоже радуется весне. Голубые тени весело танцуют на сияющем синим ковре. Красота. Замёрзшая полынья, этюд, мартовские тени. Вот в этих всех живописных композициях, картинах нашего художника, где он изображает природу окрестностей Мончегорска, чувства, которые связывают с ними художника, становятся понятнее после знакомства с литературным творчеством. «Страна Мончегория», так называется литературная статья Ольги Фёдоровны. И мы узнаём об излюбленных туристических маршрутах семьи. Они вместе сходили очень много горных троп. Ольга, Валерий и Игорь, их сын Тимофеева. Они ходили тропами Хибинских, Мончинских тундр, Водопада и Бручор, Чуна-Тундры, ущелья Аку-Аку, островков Бабинской имандры, Горного ущелья, Корни-Скорч, озёр Сей-Диавр, Вайкис. На фотографиях, любезно подоставленных Ольгой Фёдоровной, Валерий Матвеевич, можно увидеть в момент их путешествия. Вот мы видим их на Вайкисе у водопада, мы видим их на озерке за Никисом, видим их в лесу, где они поставили палатки и любуются. Каждый из них был занят своим делом. Ольга Фёдоровна писала литературные свои впечатления, Валерий Матвеевич писал в ютюбе, а Игорь делал фотографии. Здесь Бручоровский водопад, на котором они изображены. Это мощная, красивая фотография, потрясающий водопад, удивительной красоты, где они со своим другом изображены на фоне этого водопада. Ну и вот этим путешествием замечательной семьи посвящены картины нашего художника Валерия Матвеевича. Эта серия картин называется «Хибины». Это картины в ущелье Аку-Аку, выполненные на холсте масляными красками в 2002 году. Ночной этюд Хибины, такторон-учор, вид на ущелье Йом-Якор, холст, неизведанный край, написанный тоже на холсте масляными красками, «Озеро Малый его дьявр» 1 июня, «Мончи тундри», «Этюд стынет» и «Этюд холодный август». Вот в каждой из этих картин художника, нашего мастера, мы видим удивительное разнообразие вот этих горных таких мотивов, массивов, запечатленных в разное время суток. Каждый раз это оригинальное композиционное решение, построение картин, неповторимое колористическое звучание и звонкая частота красок – это пленерность передачи света-воздушной среды. Вот вы видите картину ущелья Аку-Аку Хибины с удивительным этим ущельем. С правой стороны скалы, погруженные в тени, отбрасывающие такие же светло-голубые тени, и розоватые, сиреневатые на противоположной стороне. Удивительный по фееричности вот этот ночной этюд Хибины «Токтар Макчор». Потрясающая импрессионистичность и восторг художника перед тем, что он видит, и это изображение восхитительно. Ой, какая-то замечательная картина. Вид на ущелье Юмникор. Сколько нежности, прозрачности, цветовых таких нежных сочетаний, голубоватых в этом холсте, написанных масляными красками. А неизведанный край вот в этой картине, которую мы видим, и тоже она написана масляными красками. Она маленькая большая по размеру, 70-70 на 98 сантиметров. Просто фантастический вид, ну, не знаю, какой-то лунный пейзаж. Удивительное состояние, где, значит, и тучи, и облака клубятся над горами, и удивительное вот этот водопад, который ниспадает, и ручьем водопадом перетекает, и протекает на переднем плане между огромных камней. Ну и, наконец, потрясающее просто по красоте, по величию того, что мы видим на картине, изображен Малый Будьявр, озеро Малый Будьявр, 1 июня. В картине художника написано масляными красками, 80 сантиметров, 50 сантиметров. В 1999 году написана была эта картина. Потрясающая по простоте, можно сказать, композиция с отраженными в воде горами. И вот эта такая находка какая-то удивительная, композиционная в решении этой картины. Благородное сочетание красок, этих холодноватых, синие сирене, потрясающие. Этюд стынет, холодный август, картина. Ну и еще серия у него есть картин, посвященные реке Печи. Вот такая здесь замечательная речка, которую он посвящает тоже цикл своих картин. И разворачиваются удивительные виды бурлящих таких водных потоков, высоких стенок, каменных скал, из которых торчат зубы, острые грани камней. И вот эти, значит, этюды называются «Каменистый берег река Печи» и «Тещина зуба». Восхитительная и просто фееричная, пастозная живопись большими красочными плоскостями, мастихином. Сияющие, желтоватые теплые спины скал восторженно поют гимн солнцу. Это впечатление усиливается контрастом, который мы видим с вами оставшихся в тени каких-то поверхностей, холодных, серебристых, со сложным перетеканием, голубоватых, розоватых оттенков. Вот эта потрясающая красота, звонкий, восхитительный контраст. Мы видим еще много разных, можем увидеть других этюдов. Не все, к сожалению, можно представить. Это этюд «Монча озера». Зимка, очень тонкая, нежная, прозрачная, с красивыми нежными стволиками берез на переднем плане. И это, наконец, этюд «Зимнее утро». Для меня это, знаете, такая сказочная картина, в которой эта маленькая избушечка, запорошенная снегом, чем-то напоминает дом самого художника, который он отстроил на Решгубе, на Монча. И что-то в этом очень много такой нежности и сказочности. И тут «По озера». Это просто потрясающая красота цветовых сочетаний, колорит. И такие просто искры цвета, цвета, красок. Невозможно оторваться, невозможно не залюбоваться этими вещами. Каменистый берег. Ну и вот можем увидеть с вами деревенские такие мотивы в натюрмортах художника, выполненные масляными красками на картоне. Это натюрморт в Сверицком. В стеклянной банке мы видим красивые цветы, сиреневатого вереска, брусничника, грибочков на переднем плане и натюрморт с Иванчаем. Он наверняка написан на даче самого художника. Вот он, наверное, только сходил, принес грибов, они лежат в корзиночке. В баночку поставлены цветы Иванчая. На переднем плане большие группы грибочков. Все очень сочно, красиво в этом натюрморке. И на следующих фотографиях мы увидим уже теперь Валерия Матвеевича на фоне своих картин и в мероприятиях, которые проводились. Это, значит, 1 июня 70-го года, День защиты детей, очевидно, где он изображен на праздничном мероприятии у городского центра культуры с тем, что он, очевидно, вручал дипломы детям за лучшие их работы на асфальте. Ну и вот что я хочу сказать о том, что еще раз убеждаешься в том, что необходим нашему городу художественный музей для сохранности этих уникальных картин художников и его мастеров. Валерия Матвеевича, Бориса Михайловича, Владимира Ивановича и других художников нашего города. Потрясающей красоты вещи, картины, произведения искусства. Может быть, не только живописцев и художников, но и других мастеров нашего города, чтобы целители таких вещей искусств, ценители искусств, а их немало в нашем городе, молодое поколение горожан и наши гости, туристы, всегда могли прийти и смотреть, любоваться, учиться особым увидением неталантливых художников. Умению ценить проявление божественной красоты. Она щедро разлита в нашей природе. Очень важно показать всем, что для нас ценные эти художественные страницы истории города, что драгоценен вклад Валерия Матвеевича и многих других замечательных художников, испевающих его красоту. И нужно спешить, ведь картину художников требует особых условий сохранности. А есть мечта у многих горожан о том, что картины в городе «Жемчужины Заполярье» станут жемчужинами в коллекции нашего или Мончегорского музея художественного, может быть, музея или галереи искусств. Неважно, как она будет названа. А художник Валерий Матвеевич Тимофеев – это профессионал высочайшего уровня, который поднимает престиж нашего города, воспевает его жизнь, природу, людей, отражает, словно зеркало в своем творчестве. Это мы с вами увидели сейчас. И его произведения, искусства, его картины, они находятся в собрании в коллекциях горожан нашей страны, за рубежом. хотя они могли бы украсить музеи разных столиц мира. И, честное слово, так это и есть. Это потрясающие картины, потрясающие вещи. Но Валерий Матвеевич очень скромный человек. Он и не думает об этом. Он просто занимается любимым делом. Он пишет картины, они обязательно должны находиться в музее нашего города, в художественном музее Мурманское. В связи с его юбилеем, он отмечает, 80-летний юбилей, наш замечательный художник, мой коллега Валерий Матвеевич, с которым я знакома очень давно, который помогал мне тоже очень много в свое время, когда я еще работала в изо-студии Дома пионеров и Дворца пионеров, в художественной школе, в школе искусств. Это очень много значит и для меня, и для всех тех, кто с ним соприкасался. Я поздравляю Валерия Матвеевича с его юбилеем, 80-летним. Дорогой Валерий Матвеевич, желаю всего самого доброго вам, здравия вам, хорошего настроения, радости жизни вам и вашей семье, Ольге Федоровне и Игоре. Будьте счастливы, мои дорогие. Дорогие мочегорцы, я познакомила вас со своей работой с трилогией о мочегорских художниках. Валерия Матвеевича Тимофеева, Бориса Михайловича Полякова, Владимир Ильича Воробье. И это книги-брошюры, это альбомы художественные, с которыми вы можете познакомиться в Центральной библиотеке нашего города и узнать более подробно об их творчестве. Благодарю вас за внимание.